Аграрии республики продолжают реализовывать инвестиционные проекты. Сегодня в Урнарском районе открыли животноводческий комплекс. В каких условиях здесь будут выращивать телят, посмотрел и глава Чуваши. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Если свинина и крупнейший агрохолдинг региона обеспечен полностью, то в говядине здесь пока испытывают дефицит. С открытием нового комплекса эта проблема будет решена. Два, один, ура! Сейчас заполнен только один из корпусов. В ближайшие годы поголовье рассчитывают увеличить. В новом телятнике оборудовали 2000 мест. Но даже с таким большим стадом смогут управиться 15 рабочих. Это инновационный комплекс. За большинство процессов отвечает автоматика. Дойдет поголовье с запуском этих телятников до 6000 и более. Уже производство мяса, если мы до этого производили мясо крупного рогатства, 400-500 тонн, то дойдет, планируем до 1300 тонн мяса крупного рогатства. Нам годовая потребность нужна мясо крупного рогатства 3500 тонн. Телятник был возведен за полгода. На реализацию проекта направили порядка 200 миллионов рублей. Глава республики отметил, что с выходом на полную мощность проблем с реализацией продукции агрохолдинг не будет испытывать. Причем речь идет не только о мясе, но и молоке. Недавно открытый в столице региона завод нуждается в больших объемах сырья. Сегодня выгодно, говорит, работать в сельском хозяйстве. Мотивации хорошие. Цены, как никогда, в этом году благоприятные. И те, на самом деле, которые занимаются ответственно, эффективно разведением крупного рогатства, скота, развитием племенного дела, в данном случае черно-пестрой породы, получают дополнительные субсидии. И практически цельномолочная продукция сегодня это тоже выгодно производить. В перспективе 10 тысяч тонн молока они спокойно произведут. В советский период времени за такие показатели давали звание героя социалистического труда. Но сегодня героями стали работники агрохолдинга. Им вручили госнаграды. Строительство животноводческих комплексов – приоритетная задача. В правительстве региона для аграриев предусмотрели меры господдержки. После того, как сдадим объект, можно будет получить размещение прямых затрат в размере, по новым правилам, 25% от всех вложенных инвестиций. И на этой площадке у нас задача довести поголовье на Врунарском местокомбинате на этой площадке до 6 тысяч голов. В этом году нам предстоит построить, сдать площадки 7 тысяч стойловых мест, в том числе молочное направление. У нового комплекса посадили саженцы елей. Свою лепту в создание «Вечно зеленой аллеи» внес и глава региона. Вместе со специалистами Михаил Игнатьев проверил и посевы озимых. Уже сегодня важно понимать, в каком состоянии находится пшеница. Ведь это залог будущего урожая. Не менее 100 тысяч гектаров озимых мы должны ежегодно сеять. Почему? Потому что озимые дают гарантированный урожай. И по качественным показателям, и по продуктивности одного гектара, и по урожайности. Но этот год он неординарный. Проверяет на прочность каждого сельхозтоваропроизводителя. Поэтому я поставил задачу перед руководителями сельхозорганизаций, перед вообще земледельцами, чтобы уже оценку заканчивать на этой неделе. Ну, так скажем, до 30 октября. Если на самом деле уже видно урожай такой, что могут не перезимать, надо закупать семена, надо закупать другие материально-технические средства, для того, чтобы весной на этих полях провести дополнительные работы. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова